Всем привет! Я продолжаю серию обзоров на косметику Бекка. В этой части я хочу рассказать о моей самой любимой туши, облеске для губ и лаках для ногтей. Тушь называется The Ultimate Mascara. И в чем же ее особенность? Дело в том, что формула туши очень интересна. При нанесении эта тушь обволакивает каждую ресничку, создавая так называемую трубочку. Она дает чудесное разделение и длину ресничкам, а за счет формирования трубочек реснички выглядят более толстыми и объемными. Но драматического эффекта она не дает. Это больше такая выразительная тушь на каждый день. Она дает очень натуральный эффект. Тушь прекрасно ведет себя на жире, не оставляет никаких следов, не размазывается, не осыпается, не переносится на верхнее веко. Больше всего мне нравится, что она очень легко смывается, просто обычной теплой водой, не разводя никакой жуткой черной грязи под глазами. Трубочки очень легко и просто сходят как чулочки. После этой туши я уже не могу заставить себя пользоваться какими-то другими. Я как представлю, что вечером придется мучиться смывать эту тушь. Мне становится плохо, поэтому руки сами тянутся к туши от Бэка каждое утро. Я уже купила второй тюбик. Первым я пользуюсь где-то месяцев 5-6 и он только-только начинает подсыхать потихоньку. Но лучше уже поменять тюбик на новый, конечно. Щеточка здесь очень простая и удобная в форме конуса. Она позволяет прокрашивать даже самые коротенькие реснички. Еще я в восторге от того, что эта тушь прекрасно держит завитые ресницы, держит весь день. Я особенно ценю это ее качество, потому что обычно туши утяжеляют реснички и они опускаются либо сразу, либо в течение дня, а взгляд теряет выразительность и открытость. Эта тушь содержит витамины, минералы и антиоксиданты, которые укрепляют реснички и предотвращают их преждевременное выпадение. Хочу подчеркнуть, что тушь от Бэка подходит для чувствительных глаз и безопасна для контактных линз. Тюбик содержит 6 мл продукта и стоит 18 фунтов, что очень дешево для туши такого уровня. Еще раз повторю, что она не дает драматического эффекта. Эта тушь выглядит очень натурально и отлично подходит на каждый день. Блеск для губ называется Lip Plumping Moisture Gloss. Сразу упомяну то, что лично я не люблю блески для губ. У меня от силы найдется может штук 5 всего в коллекции. И то почти все мне достались в наборах или были подарены при покупке чего-то еще. И этот блеск тоже не исключение. Он мне достался в наборчике, посвященному десятилетию бренда Бэка. Отдельно этот блеск стоит 18 фунтов. Как и все продукты Бэка, этот блеск содержит огромное количество ходовых компонентов, таких как масла жожоба, авокадо, масла ши, витамин Е и экстракт меда. Также блеск содержит компонент под названием отелоколлаген, который повышает уровень коллагена в губах. Этот блеск заявлен как увеличивающий объем. И после нанесения на губы появляется характерное покалывание. Но оно не очень сильное, не раздражающее. Губы постепенно разглаживаются и становятся визуально немного более объемными. Разумеется, блеск не даст какого-то кардинального изменения в размере губ, но и сделает их более привлекательными. Блеск невероятно вкусно пахнет смесью ванили и корицы. Он сладкий на вкус, скорее всего за счет экстракта меда. Он практически не липкий и очень легкий. Равномерно наносится и выглядит очень натурально. Этот блеск не имеет оттенка, он прозрачный. Здесь довольно удобный аппликатор. Но я его уже, конечно, замазала, когда наносила блеск поверх красной помады. Этот факт мне не очень нравится, конечно. Ну и самое главное, что блеск действительно очень хорошо увлажняет губы. И в целом это очень приятный продукт с потрясающим натуральным запахом. Ну и последним я покажу два лака для ногтей. Из зимней коллекции Belyric Love. У меня два оттенка. Первый оттенок называется Paso Doble. Это эффектный и глубокий цвет сливы, который выглядит практически черным после двух слоев нанесения. Один слой нанесения и два. И второй оттенок называется Tempranillo. Это глубокий и шикарный цвет бургунди. Один слой лака, два слоя. Оба лака по 15 мл и стоят 12 фунтов. Я их покупала за 8 фунтов на чередом зимнем сейле на Зунете. Лаки стойкие. На хорошей базе держатся до 4-5 дней без сколов. Сохнут они очень быстро. Я даже не пользуюсь сушкой, когда наношу эти оттенки. Лак достаточно жидкий, невероятно качественный. Наносится очень легко. Он не полосит, сам выравнивается на ногти. Кисточка тонкая, плоская. Очень удобная. Формула лаков не содержит формальдегида, толуола, камфоры и дебутила фталата. Пока что у Бекка не очень много оттенков лаков. Все они были разработаны для того, чтобы создать завершенный образ вкупе с макияжем из каждой коллекции. Очень хорошие по качеству лаки, но я бы не сказала, что это прямо мастхевы. Но, конечно же, решать вам. Ссылки на онлайн-магазины, как обычно, я оставлю в информации под видео. Следующее видео будет завершающим в этой серии обзоров. И оно будет посвящено двум великолепным палеткам от Бекка. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!